Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Я обычно говорю многим, но в этом случае абсолютно всем интересно, что будет с биткоином под конец 2021 года. Что ж, я перевел целое видео на эту тему, ссылку на оригинал ты найдешь в описании. Без лишних слов, буду рад, если ты поддержишь мою работу лайком, и мы начинаем. Я считаю, что текущий цикл является удлиненным и может продолжаться как минимум весь 2022 год, а возможно и 2023. Также я думаю, что прибыльность каждого цикла уменьшается, и в этом цикле нам не стоит ожидать биткоин по 300 тысяч долларов. Я знаю, это может многих расстроить. Что же готовит нам оставшийся 2021 год? Для себя я определяю, если биткоин торгуется под 20-недельный среднескользящий, это как минимум краткосрочное медвежье настроение на рынке. Это идет в разрез с идеей о 4-летних циклах биткоина и моделью Stock to Flow. Но я не буду ограничиваться идеями других людей, чтобы уместить свои предположения в их точку зрения. Я определяю, что у биткоина медвежье настроение, если он торгуется под 20-недельный среднескользящий. Соответственно, если над, у биткоина бычье настроение. Прелесть такого подхода к ситуации заключается в том, что он не зависит от моего предвзятого мнения по поводу ситуации на рынке. Это не мешает мне говорить, что биткоин может вырасти до какой-то цены, если мы будем следовать той или иной модели. Я могу прогнозировать цену какой-то конкретной дате. Мы можем вполне не доверять тому, что показывает нам рынок, а просто слепо принять, что цена должна идти к какому-то значению. В противном случае вам придется признать, что обожаемая вами модель ценового движения не верна. Ведь такого просто не может быть с вашей точки зрения. Все считают, что биткоин должен оставаться на позитивной стороне еще как минимум 6 месяцев. Как минимум, многие так считают. Я знаю, что некоторые смотрят мой канал, может быть еще несколько каналов и вообще слабо понимают, о чем идет речь. Но поверьте, есть множество каналов, где рассказывают, что биткоин будет стоить 300 тысяч, а то и 500 тысяч долларов в концу этого года. Я хочу, чтобы люди поняли, для того, чтобы биткоин вырос до 300 тысяч долларов в концу года, вам нужно буквально слепо верить, что он будет на стороне быков как минимум до конца этого года. Любой спад тогда нужно воспринимать как коррекцию с моментальным V-образным восстановлением цены. Думая об этом, могу заявить, что уже больше месяца назад я не надеялся на V-образное восстановление. Этот паттерн для меня не выглядит как V-образное восстановление. Некоторые могут сказать, что у нас все еще может быть такой паттерн в будущем. Значит, мне нужно будет извиниться за то, что я плохо усвоил школьное знание о том, как пишутся буквы, но я не имею представления, что за V может выглядеть вот таким образом. Я никогда не видел такой буквы V. По сути, мы спустились вниз и торгуемся в боковике уже больше месяца. Где же тут может быть V-образное восстановление цены? Вопрос другой. Где мы можем сделать разворот цены? Многие люди считают, что это движение должно быть бычим. Прежде всего, я хочу сказать, что любая стратегия должна быть осторожной и иметь предостережение. Не думаю, что будет правильно говорить, что что-то произойдет наверняка, и если это не произойдет, притворяться, что все идет по плану, независимо от того, что рисуется на графике. Я думаю, что у нас на этот раз будет удлиненный цикл. Думаю, что общая прибыльность этого цикла тоже будет падать. Это то, что я думаю. Какая причина сделает мое настроение бычим по отношению к остатку 2021-го? Если биткоин вернется выше 20-недельной скользящей, и недельная свеча закроется над этой скользящей, а затем вернется назад и протестирует ее как поддержку, как это было вот здесь, а затем удержит эту поддержку, то мое настроение сразу же станет супер-бычим по отношению к биткоину. Он сразу же улетит на шестизначные числа. Садитесь в поезд, я вместе с вами. С другой стороны, если недельная свеча закрывается под 20-недельной средней скользящей, можно считать, что мы на краткосрочном медвежьем рынке. А сейчас цена биткоина находится ниже этой скользящей, причем уже не первую неделю. Это абсолютно не означает, что придется ждать три года перед новыми историческими пиками, я так не думаю. Но я думаю, что пройдет три или шесть месяцев консолидации на более низких ценовых уровнях, чтобы набрать энергию для восходящего движения с устойчивой манерой. Это не значит, что мы не можем расти до 45 тысяч. 45 тысяч долларов – это все еще ниже 20-недельной средней скользящей. Сейчас выше 20-недельной средней скользящей – это уже 49 тысяч долларов. Если мы не сможем вырасти как минимум до 49 тысяч долларов и закрыть недельную свечу над этим значением, то как мы можем сделать новые исторические пики, которые будут выше 64 тысяч? Сейчас очень легко говорить после каждого 2-процентного пампа биткоина насчет того, что ситуация развернулась в сторону быков. Люди, которые это говорят, фактически предлагают притворяться, что цена в 35 тысяч долларов почти в два раза ниже текущего исторического пика – это бычья цена, когда на самом деле она медвежья. В общем, это продлится от трех до шести месяцев, и полтора месяца из этого срока уже прошло. Как минимум, до конца лета я не вижу причин для нового исторического пика. Думаю, что все это займет примерно полгода. Но я не отрицаю, что в этот период мы все же можем оседлать новый исторический пик. Скорее всего, шести месяцев хватит, чтобы комфортно обозначить дно, независимо от того, сколько это будет – 29 тысяч или 20 тысяч долларов. Я думаю, что за эти шесть месяцев мы снова вернемся к восходящему тренду, либо начнем тестировать 20-недельную среднюю скользящую, которая к тому времени уже будет совершенно на других значениях. Скорее всего, гораздо ниже, чем 49 тысяч долларов сейчас. Это может означать, что третий квартал 2021-го может оказаться полностью медвежьим. Конечно, будут недели, когда рынок может расти на 20-30%. Возможно, люди будут оптимистичны в этот период. Лучший сценарий для меня, если 28-29 тысяч долларов окажутся дном. Худший сценарий – 20 тысяч или даже немного ниже, в зависимости от того, какой сильной будет капитуляция. Если мы проведем еще несколько месяцев под текущими историческими пиками, то к концу года ситуация должна измениться. В это же время некоторые могут предполагать, что биткоин должен торговаться на уровне в 300 тысяч долларов под конец этого года. Но, может быть, и они тоже капитулируют, когда увидят, что биткоин никак не отрастет и упал так, что до 300 тысяч долларов ему нужно будет сделать 10 иксов. Вот тогда все и станет супер-бычьим. Могу сказать, что многие вещи сейчас вообще не играют роли, потому что, если у вас есть уверенность, что биткоин вырастет до конкретного уровня, вы можете просто накапливать его удобным для вас способом. На самом деле, даже в краткосрочном варианте никто не может знать точно, что произойдет. Поэтому просто накапливайте биткоин. Если биткоин падает, накапливайте больше. Если растет – меньше. Или покупайте равное количество каждый месяц. Никто не знает наверняка, что ожидает нас впереди. Мне лично плевать, что будет в краткосрочном варианте. Для меня важно долгосрочное видение и неспешное наращивание моих криптоинвестиций. В качестве итога, я думаю, что для биткоина все может поменяться еще в 2021. Вполне вероятно, что недельная свеча закроется над 20-недельной среднескользящей. Но я не думаю, что это произойдет еще как минимум полтора месяца. Может ли рынок пампится до 40-45 тысяч долларов? Конечно. Если мы доберемся до 50 тысяч, затем вернемся к 20-недельной среднескользящей и удержим ее как поддержку, я поменяю свое мнение по дальнейшему движению биткоина. Я просто пытаюсь быть открытым и показать свое мнение по поводу дальнейшего движения рынка. Ребята, он не сказал самое главное. Он говорит, если биткоин падает, накапливайте больше, если растет меньше. Но он забыл самое важное. Если он растет, обязательно фиксируйте прибыль. Если ты сделал x2, продай половину. Если сделал x3, продай одну третью. Тогда риски потерять свои кровные, на которые ты долго и нудно горбатился, будут равняться нулю. Подытоживая все сказанное Беном. Все сейчас зависит от того, сможет ли биткоин вернуться выше 20-недельной среднескользящей. Если он сможет не просто закрыться выше нее, но и подкрепить это пробитие ретестом, то можно говорить о продолжении булрана. Более того, в этом случае Бен считает, что можно говорить о шестизначных цифрах для цены биткоина. То есть минимум 100 тысяч долларов. Пока же этого не произошло, Бен считает территорию, в которой находится биткоин, медвежий. По его худшему и лучшему сценарию, биткоин может попасть в диапазон от 20 до 29 тысяч долларов и провести там от полутора до шести месяцев с периодическими пампами на 20-30%. А что ты думаешь насчет такого взгляда на остаток 2021-го? Возможно, у тебя есть свой собственный прогноз? Напиши его в комментариях под этим видео. А на этом все. Меня зовут Богатейший Дик. Как обычно, подписывайся на канал, телеграмм, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok